До 1 марта 2005 года в очереди на получение квартир успело встать 111 участников Великой Отечественной. В 2009 году все они успешно оформили свои жилищные сертификаты. 69 ветеранов получили жилье на первичном рынке в новом доме по улице Брянской. Ишло тогда торжественное открытие, и Брянская область была в числе первых субъектов в Российской Федерации, кто смог решить эту проблему. Приблизительно тогда же, в апреле 2009-го, постановлением губернатора для реализации программы «Жилье ветеранам» была создана особая рабочая группа. Чиновники провели оценку более 14 тысяч жилпрощадей. А вот уже после этого обследования о необходимости улучшения жилищных условий заявило 3744 ветерана. И началась огромная работа, потому что бы поставить, изучить условия, поставить таких ветеранных на очередь в органах местного самоуправления. Я имею в виду сельские администрации, городские, поселковые администрации. Была создана областная комиссия по контролю за этой ситуацией. И уже на 1 мая 2010 года в очереди стояло 1350 ветеранов. При этом чиновники отмечают считать данную цифру показателем достаточно сложно. Количество полученных сертификатов на квартиры меняется ежедневно. К тому же нередки те случаи, когда на запрос ветерана дается отказ. В суды разных уровней было подано много исков о восстановлении права на получение жилищного ордера. Однако, вот статистика. За все время всего лишь пять дел были закончены в пользу пожилых людей. Ну, сельский дом. Скажите, в каком селе домик не отвечает по квадратным метрам норм? Ну, ветеран остается один. Далеко выехать. Село умирающее. Нет фельдшерского фапов. Нет магазина. То есть нет той инфраструктуры. И суды решали, часто принимали решение в пользу ветеран. На пресс-конференции отдельно коснулись темы мошенничества. По этому поводу специалисты рекомендуют оформлять договоры и сертификаты только с помощью сотрудников официальных отделов соцзащиты населения. Есть случаи, и мы их не можем исключать, и миримся с этой ситуацией. Когда родственники говорят, что товарищи соцзащиты, не приходите к нам, мы в ваших услугах не нуждаемся. Мы, естественно, их предупреждаем о том, что если они не успеют заключить договор, и он не будет в дангу ФРС, не дай бог дедушка-бабушка умер, то это уже с вопроса собственности проблемно потом будет решать. В целом же проект у нас в области реализуется успешно. Заявки на получение на вторичном и первичном рынке жилья, которые не были оформлены до конца этого года, будут перенесены на год предстоящий. Так что все, кто имеет полное право на новые квартиры, смогут воспользоваться федеральной программой. Виталий Гримов, Сергей Ковач, События, Брянск.